Я так рад снова быть с вами и благодарен Богу за Его народ, за возможность быть вместе и возносить имя Иисуса. Это удивительная привилегия. У нас есть возможность каждую неделю принимать Слово Божие как дар для нашей жизни. Сегодня наш урок о том, как жить мудро. Суть его в том, что наш Бог — освобождающий Бог. Он выводит нас из одних мест и приводит другие. Какими бы ни были ваши обстоятельства, наш Бог в силах написать будущее, которое будет вам приятно и будет нести благо о вашу жизнь. Это очень важная истина. Приятного вам просмотра. У вас есть тело и при этом вы дух. У вашего тела есть свой срок годности. Оно не вечно. Если вы молоды и еще не поняли этого, живите дальше. Ваш дух вечен. Библия говорит, что без Иисуса вы в духовном рабстве. И вот самый суровый момент. Когда срок вашего тела закончится, ваш дух вступит в вечность. Если вы раб, то все, что вы сделали в своей жизни, окажется бесплодным, бесполезным и пустым. Это важная тема. Это тема, для которой и экипирована церковь. Не для того, чтобы судить, унижать или критиковать людей, но чтобы приглашать их в свободу. Призыв стать последователем Христа — это призыв к свободе, а не унижающее послание. Римлянам, 7 глава, 14 стих, там сказано «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Интересное сравнение. Но оно не сразу нам понятно. В первом веке рабство было широко распространено в Римской империи. Оно не зависело от расы или национальности человека. Оно зависело от того, какие народы были завоеваны римскими легионерами. В 70-м году римские легионы разрушили Иерусалим. Историки рассказывают, что рынки рабов были так переполнены евреями, что те почти обесценились. Рабов приводили на публичное место, на площадь или рынок. Солдат брал копье, втыкал его в стену, а вы вставали под этим копьем. Каждый, кто это видел, сразу понимал, что вас продают как раба. Ту же иллюстрацию приводит в пример апостол Павел. Он пишет «Мы проданы, а в рабство греху мы не были независимы». Мы были проданы в рабство, нами что-то обладало. «Церковь нехотя признает силу греха и даже само его существование». Грех стал почти оскорбительным термином. У кого есть право говорить мне, что я не так себя веду? Я бы хотел посмотреть на это иначе. Творец неба и земли. Определил типы поведения, которые нас уничтожат. А вот что такое грех. И Библия говорит, что следствие греха — это смерть. Бог не каратель. Он заранее говорит о результате такого поведения. Он любит нас и просит нас этого не делать. Точно так же. Он может сказать, стакан отбеливателя не прибавит вам здоровья. Я не наказываю вас за то, что вы пьете отбеливатель. Я говорю о результате такого действия. Не делайте так. Мы были проданы в рабство греху. Если вы послушаете разговоры людей, вы услышите об этом? И сейчас в обществе идут споры, какой станет культура. Будет ли это библейский взгляд на мир? Или у нас будет нечто другое, более светское и менее набожное? Мы слышим, как люди говорят, я словно в ловушке. Мне совсем не хочется так жить. Что же отвечает на это общество? Давай узаконим твою ловушку. Это не доброта. Это не свобода. У нас должно хватить смелости сказать. А выход всегда есть. Последнее время в обществе идут споры о том, что мы не должны определять, какого мы пола. Я слышал интервью, в которых люди говорили примерно следующее. Каждое утро я встаю с разными ощущениями. Я не смеюсь над ними. Это настоящая пытка. Как вы сможете кем-то стать, развиваться и расти, если настолько запутались? Каждый день. Вы даже не знаете, как вписаться в мир, в котором живете. Это же рабство. Я говорю не с осуждением. Надежда есть. Мы попали в ловушку. Возможно, не именно в эту. Каждый из нас может честно признаться, что думал, будто вне Христа можно найти удовлетворение. Мы выбирали путь, который, по нашему мнению, принесет нам радость и удовлетворение. Возможно, это было повышение на работе, отношения, брак. Ребенок, большой дом или другой бренд одежды. Или еще одна ступенька на лестнице достижений. Или еще одна ученая степень. Вы гнались за всем этим. Вы отдавали все время и силы. Вы получали это, заключали в свои объятия, и вдруг понимали, что не нашли удовольствия. Вы не стали счастливыми. Значит, я должен бежать быстрее, прыгать свыше, еще раз сменить марку одежды, вступить в другие отношения? Или в другой брак? Пересесть на другую машину? Вот тогда я буду счастлив. Это и есть рабство. Библия говорит, что нет никакого удовлетворения, никакой радости, никакого удовольствия вне Иисуса, вне Божьего взгляда. Мы рабы. Как церковь мы не должны показывать на мир пальцем. Мы должны сказать сами себе, что мы хотим быть другими. В послании Галатам, 4 главе, 3 стихе, сказано, мы были порабощены вещественным началом мира. Новый Завет описывает мировой порядок, систему, которая противоположна целям Бога. Теперь еще одна деталь пазла. Откроем Евангелие от Иоанна, 8 главу. Иисус говорит здесь, «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеко-убийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Мы не просто в рабстве. Мы подчиняемся конкретному злу. Нами управляет что-то злое. Это значит, что оно не готовит вам ничего хорошего. Оно может обещать хорошее, чтобы управлять вашим поведением, но ничего хорошего оно вам не принесет. Зло по своему определению будет пользоваться вами. Зло будет эксплуатировать эксплуатировать ваши самые уязвимые места. Библия говорит, что в вашем разуме идет битва. Наш разум — это поле сражения. Вам нужно выбирать праведность, Божий взгляд, потому что зло, как говорит Библия, стоит у порога. Зло существует отдельно от Иисуса и владеет вами. Вам не хватит силы воли или силы характера или решительности, чтобы одолеть зло. Оно сильнее нас. Нам нужна помощь. Таково определение рабства. Есть еще одна истина. В восьмой главе послания к римлянам сказано, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Самое страшное, что время рабства — срок вашей жизни под солнцем. Срок годности вашего земного костюма закончится смертью, не только телесной, но и духовной. Вы будете навечно отделены от добра. Это рабство не лишит вас удовлетворения и радости. Вы навеки станете жертвой своего путешествия под солнцем. Когда ваши дни будут сочтены, а тело обветшает, вы будете всю вечность отделены от доброго. Это страшное состояние. Друзья, в мире есть зло. Важно, чтобы Церковь Иисуса Христа пробудилась для этой истины. Недавно я прочел книгу одного психиатра. Он написал ее, когда еще не был верующим. Это были результаты многих лет его медицинской практики. Он очень одаренный рассказчик. Друг дал мне эту книгу, и она мне очень запомнилась. После многих лет практики с отдельными людьми и целыми семьями светский психиатр пришел к выводу, который я писал в своей книге. Он понял с медицинской точки зрения, что на планете Земля существует зло. Я не смеюсь над этим. Большинство из нас живет так, словно зла нет. Но меня заинтересовали формулировки этого психиатра. Он писал, что зло не являлось в каких-то страшных обличиях. Зло не приходило к нему. С рогами и хвостом. Зло не источало запах серы. Он писал, что зло приходило в самом обычном обличии. Например, в виде наших соседей и говорило совсем как мы. Только когда я прислушивался и анализировал, единственным клинически уместным термином было зло. И вот что меня впечатлило. Этот психиатр пришел к выводу, что зло подчиняется только большей силе или власти. Вы не сможете договориться со злом, не сможете заключить с ним сделку, не сможете одолеть зло более блестящим образованием. Зло найдет ваше слабое, уязвимое место, и, нарушив все договоренности, он будет вновь и вновь оказывать свое злое влияние. Для зла, которое противостоит человечеству, нет лучшего противодействия, чем сама Церковь Иисуса Христа. Как бы нам не хотелось винить политиков, политические партии, движения или кого-то еще, только на Церкви лежит ответственность за качество нашей жизни там, где мы с вами живем. Это не критика, это приглашение. В нем есть возможность. Жизнь без Иисуса устрашает. Давайте поговорим о том, какова жизнь вместе с Иисусом. История Иисуса — это великая история участия. Две тысячи лет назад на Елеонской горе Иисус плакал о людях, о тех, к которым Он пришел, но они не увидели в этом возможность. Он плакал о том, что их ожидало. Их не передадут некому новому хозяину. Он понимал, что то, что их поработило, уничтожит их. Однако Бог вмешался в лице Иисуса и в послании к римлянам. Об этом четко говорится в первой главе 16 стихе. «Ибо я не стажусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Удивительная слава. Мне нравится первая строчка. Павел пишет так. «Я не стажусь благовествования». На библейских уроках мы хорошо усвоили, когда Библия говорит «не бойтесь». Проблема слушателей в том, что они боятся. Когда Павел пишет «Я не стажусь благовествования», можете не сомневаться, что он обращается к группе людей, которые часто стыдятся благовествования. Это вызывает у меня улыбку, потому что я должен признаться. За два тысячелетия мы не изменились. Невероятное давление культуры и общества заставляет нас стыдиться благовествования. Благовествование — это, проще говоря, хорошая новость об Иисусе из Назарета, о Его искуплении, о том, что Он умер на кресте, чтобы искупить проклятие греха и освободить нас от рабства. Это хорошая новость для каждого человека, независимо от его пола, расы, акцента и уровня образования. Для каждого. И я не стыжусь благовествования. И советую вам не стыдиться его. Нам нужна помощь. Мы все это знаем. Мы все чувствовали себя в ловушке. В ловушке поведения, прошлого, чувства вины или зла, которое коснулось нашей жизни. А мы оказались бессильны. Есть сила, которая поможет вам быть победителем. Она в Евангелии Иисуса Христа. Я не отрицаю другие виды силы, но величайшая сила, доступная людям, это духовная сила. Колоссянам 1.13 «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего, в котором мы имеем искупление крови его и прощения грехов. Он спас нас из царства тьмы». Это язык власти. Вне Иисуса мы в подчинении. Одна из характеристик нечистой силы в том, что она доминирует, манипулирует вами и запугивает вас. Бог никогда так не делает. Мы были под властью тьмы, но Бог нас избавил. Звучит как девиз «Отряды морские котики», но Бог намного сильнее. Сила Божия действует ради нас, чтобы спасти нас от власти тьмы и ввести нас в царство своего возлюбленного сына. Царство, в которое нас приглашают, не свойственно доминированию. Это царство любви, но это не означает, что в нем все обнимаются. Писание ясно говорит, если Бог вас любит, Он вас и наказывает. Родители, которые не наказывают своих детей, не вполне их любят. Бог любит нас настолько, что наказывает нас. я не говорю о ком-то всегда милом и пушистом. Когда Бог говорит «нет», это значит «нет». Если вы настаиваете, выбирая безбожие, ждите последствий. Милость и благодать Бога не всегда избавят вас от последствий, если вы упрямо отказываетесь его слушаться. Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Мы были избавлены от власти тьмы. Мы искуплены. Искуплены значит куплены обратно. Для нас делали то, что мы не могли сделать сами. Христиане не выиграли это право. Мне были лучше остальных. Мне были выше морально или исключительно этичны. Мы были искуплены. Для нас делали то, что мы не могли сделать сами. Поэтому мы рассказываем другим людям об Иисусе. Он сделает это и для вас так же. Качество нашей жизни, семьи, дома, нашего опыта зависит не только от нас. Есть сила, которая нам поможет. Аллилуйя! Церковь забывает об этом. Мы отвлекаемся на другие вещи. Ефесианам 3.20 «А тому, кто действующую в нас силую может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, в вас действует сила, которая поможет вам измениться». Библия описывает это как новое рождение. В 3 главе от Иоанна Иисус говорит, что вы не сможете войти в Царство Божие, если не родились свыше. Человек, который задавал Иисусу вопросы, смутился. «Как это может быть? Я уже возраст и не могу родиться заново». Иисус ответил, родиться не телесно, а духовно. В Коринфянам сказано о том, что нужно стать новым творением, совершенно новым творением во Христе. Мне нравится этот образ нового рождения. Я вырос в ветеринарной клинике и видел рождение многих существ. Щенков, котят, козлят и многих других. Но моим любимым временем была весна, когда в клинику привозили кобылиц. Те клиенты, которые много вкладывали в своих дорогих кобыл, зачастую привозили их накануне родов в клинику, чтобы ветеринар мог проследить за процессом и убедиться, что все родились здоровыми. Наука эта не точная, поэтому обычно их привозили за неделю-две до родов, и мы держали их неделю-другую у себя. Были периоды, когда ферма была наводнена кобылами и жеребятами. Цифровых технологий еще не было, не было камер, мониторов, айподов, айпэдов, телефонов, приложений, были только дети. Поэтому детей регулярно посылали в хлев, чтобы проверить обстановку и вернуться с отчетом. Если что-то было не так, нам нужно было позвать отца. Больше от нас ничего не требовалось. Но мне нравилось это время года. Мы наблюдали за кобылами. Когда появлялся жеребенок, для меня это всегда было что-то удивительное. В самом процессе рождения было что-то чудесное. При рождении у жеребенка всегда больше ног, чем нужно. Длина его ног от колена до лодыжек почти такая же, как у взрослого, поэтому они рождаются с такими невероятно длинными ногами. У них есть инстинкт, родившись, они сразу встают на ноги. Они не могут есть, если не встанут. Чтобы выжить, им нужно вставать, поэтому они пытаются встать на эти длиннющие ноги. Это такое драматическое зрелище. Распластав ноги, они пытаются оттолкнуться и встать, опираясь на передние ноги, но те разъезжаются. Когда у них получается, они стоят и шатаются, как пьяные моряки. Я никогда не видел пьяных моряков, поэтому говорю образно. Если вы моряк, простите меня. Может быть, моряки всегда ходят, как новорожденные жеребята, а я просто не знаю этого. Так вот, они шатаются, затем жеребята набираются смелости сделать первый шаг. Ноги их не держат, поэтому они снова падают. А я смеюсь, ведь мучаюсь то не я, через несколько минут им удается встать, начать ходить и, наконец, поесть. Через несколько дней они уже носятся на полной скорости по пастбищу. Поскольку ноги у них длиннее, чем надо, то тормоза у них чаще всего не работают. Они врезаются в изгороди, в деревья, в других лошадей. Они не глупые. Они просто еще не умеют себя как надо контролировать. Библия говорит, что мы рождаемся в царство Бога. В этом есть что-то уникальное и драматическое. Суть не в том, что мы приходим в новую церковь, примыкаем к движению, находим новую идею, меняем свой лексикон, гардероб или стиль питания. Мы становимся новыми. Это начало, а не конец. Одно из заблуждений нашей веры в том, что мы можем прочитать короткую молитву, а затем продолжать жить по-своему. Но мы не можем оставаться прежними. Мы в процессе перемен. Внутри нас действует сила. Она поможет нам измениться. Бог по своей милости сделал этот процесс постепенным, чтобы мы так же, как растем, росли и духовно тоже. Пришло время расти. Внутри нас действует сила. Давайте поговорим о крещении. Почему мы о нем говорим и почему проводим? В третьей главе первого послания Петра есть длинный отрывок. Я расскажу основные мысли. Апостол пишет о водном крещении, вспоминая Ноя. Бог спас Ноя и его семью на ковчеге по воде. Также Бог спасает нас с вами через крещение. Петр проводит параллель между водой потопа и водой крещения. 21 стих. Так нас ныне подобны сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. В крещении Бог что-то делает для вас. Это не мы делаем что-то для Бога. Надо окунуться в бассейн, раз уж все хорошие люди это делают, вероятно, я был плохим. Так что теперь моя очередь. а хорошие люди на меня посмотрят и сфотографируйте меня. Наш энтузиазм выглядит примерно так же, когда мы не видим приглашения. История Ноя это не история о его умении планировать и прокладывать путь. История Ноя это история спасения. Без Божьего вмешательства, Божьего участия и Божьего направления, Ной и его семья погибли бы. Но Бог позаботился, когда Ной решил взаимодействовать. Он послушался и был спасен. Бог позаботился о нас с вами, не осуждая, не критикуя нас. Он вручил нам приглашение, чтобы мы могли обрести спасение. Не упустите его. Не упустите его. Наш Бог освобождающий Бог. Это центральная тема Писания как Ветхого, так и Нового Завета, где сказано об Иисусе и истории искупления. Бог по сей день освобождает людей на земле. Какими бы ни были ваши обстоятельства и трудности, наш Бог силен и верен. Ему можно доверять. Освобождение характеризует две черты. Это Божья забота о нашей жизни и это Его сила вывести нас из трудностей. Бог силен это сделать. Он также позаботится о вашем будущем. Доверьтесь Ему. Это прекрасное обещание. Хочу помолиться с вами не только о вере в освобождение, но и о победе над страхом. Давайте от Него избавимся. Отец, мы приходим во имя Иисуса и отрекаемся от духа страха. Ему нет в нас места, и у Него нет над нами власти. Во имя Иисуса. Спасибо, что даешь нам сильный разум и смелость смотреть вперед. Ты Бог, который освобождает, восстанавливает и обновляет. Благодарим Тебя за Твою заботу во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Присоединяйтесь к нам в церкви World Outreach, автор бестселлеров и золотой олимпийский медалист, победивший Рак Скотт Гамильтон. Будет говорить на четырех наших служениях, поэтому заходите на наш сайт, чтобы узнать больше. Давайте осознаем свое место в Царстве Бога. Давайте высоко оценить и оценить то, чему учил нас Иисус. Все, чему учил Иисус, мы будем рады видеть вас в нашей церкви World Outreach. Присоединяйтесь к нам в церкви World Outreach. Автор бестселлеров и золотой олимпийский медалист, победивший Рак Скотт Гамильтон, будет говорить на четырех наших служениях, поэтому заходите на наш сайт, чтобы узнать больше. Давайте осознаем свое место в Царстве Бога. Давайте высоко оценить все то, чему учил нас Иисус. Все, чему учил Иисус, мы будем рады видеть вас в нашей церкви World Outreach. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране, зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены.